МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Хабар 24 программа «Тренды». Я, Игуля Дилова, приветствую вас, уважаемые телезрители. Мы поднимаем самые актуальные проблемы современности, которые так или иначе затрагивают каждого из нас. И сегодня говорим о противодействии глобальному терроризму. Столь остро вопрос стал, приобретя именно глобальный масштаб после атак террористов на Пентагон и башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Реакция последовала незамедлительно. США ввели войска в Афганистан, где скрывался Усама бен Ладен, предводитель группировки Аль-Каида, которая стояла за дерзкой вылазкой. Мой сегодняшний собеседник генерал Дэвид Петреус о событиях тех дней знает не понаслышке, поскольку в числе высших командиров находился тогда непосредственно в Афганистане. Позже возглавлял Центральное разведывательное управление США. Он выходит с нами на связь из Арлингтона. Будем говорить о том, как ситуация с противодействием глобальному терроризму изменилась за два десятилетия. А пока короткая справка о боевом генерале. Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ, генерал армии США в отставке. С 2008 по 2010 годы глава Центрального командования Вооруженных сил США. С 2010 по 2011 годы командующий Международными силами по безопасности в Афганистане. Более 20 наград США, Ирака и Франции. Что ж, генерал Петреус, приветствую вас из Астаны и спасибо за то, что нашли время выйти на связь из Арлингтона. Ну что ж, генерал Петреус, вы человек военный, непосредственно участвовали в боевых действиях, в частности в Ираке, Афганистане. На войне, как мы знаем, есть линия фронта, тыл, конкретный противник и конкретные цели. А вот в случае с терроризмом ситуация ведь гораздо сложнее. Этот враг в большинстве случаев безлик и не имеет никакой идентификации. Для него не существует даже государственных границ. Какие правила борьбы вступают в силу при нейтрализации этого противника? Военные законы здесь явно не работают. Хочется услышать ваше экспертное мнение. Моё мнение как эксперта заключается в том, что все существующие нормы, например, Женевской конвенции, работают. Их следует придерживаться. Однако, если им не следовать, нарушать эти нормы, то за это придется поплатиться. Это касается как США, так и других государств. Мы всегда придерживаемся всеобщих законов. Даже когда проводили от 12 до 15 военных операций в ночь в Ираке, занимаясь исследованиями и другими задачами, касающимися особо важных целей, установив слежку за лидерами террористической группы Аль-Каиды, пытаясь их захватить, мы всегда следовали установленным правилам и не выходили за их рамки. Мы собирали информацию об этих организациях, чтобы понять их структуру и какие цели они преследуют. Это позволяет находить способы, чтобы противодействовать им, выяснить источники их финансирования, их лидеров, как они коммуницируют, их идеологию, какое оружие используют, что контролируют. Только определив все эти элементы, мы начинаем плановую операцию. Дэвид, знаю, что еще в 2007 году журнал «Тайм» включал в вас список 100 наиболее влиятельных людей. В 2010 году вы были в списке 100 мировых мыслителей журнала «Фориум Полиси». Ну вот, наверное, этот вопрос как раз более таким размышлением. Мир стал глобальным относительно недавно. И до определенной поры речь шла лишь о локальных вылазках террористов. Когда, по вашему мнению, угроза обрела общий мировой масштаб? Когда мы стали говорить о глобальном терроризме, а спецслужбы различных стран мира стали работать в этом направлении более тесно и сообща? 1972 год можно считать отправной точкой, когда злоумышленники захватили израильских атлетов на Олимпиаде в Мюнхене. Как вы считаете, так ли это? Конечно, это стало одним из поворотных моментов. Но терроризм существует уже давно. Но в течение долгого времени он является трансграничным. Современные спецслужбы были созданы в последние десятилетия. В США, к примеру, есть ЦРУ. Во время Второй мировой войны существовало управление стратегических служб. Но спустя десятилетия мы видим различные транснациональные движения. К примеру, Ирландская республиканская армия, чьи лидеры находились в Северной Ирландии, а также вели свои действия в Соединенном Королевстве. Это в том числе касается палестинских экстремистов. Случаи трансграничного терроризма происходили в течение многих лет. Сегодня мы их называем радикалами. Мы увидели становление Усамы Бен Ладена, организация Аль-Каиды с ее филиалами по всему миру. Они есть в Ираке, Йемене, в Арабском полуострове, в Восточной и Северной Африке, на Филиппинах и в других частях света. Распространение подобных организаций началось примерно в 90-е. Я помню время, когда американские офицеры преследовали Усаму Бен Ладена. Сначала он скрывался в Африке, затем в Афганистане. И в 2011 году мы наконец смогли добиться справедливости в Пакистане. В то время я командовал войсками в Афганистане. Вот на сегодняшний день, когда спецслужбы стран работают более тесно, достигли ли мы тех промежуточных, так сказать, целей в общей работе? Насколько меняются методы борьбы сегодня, с учетом того, что форма терроризма, тут и кибертерроризм, меняется, мир не стоит на месте? Каждый раз это необходимо в случае террористических атак. Появился так называемый киберхалифат, который существует в киберпространстве. ИГИЛ, который может находиться в северной части Ирака или Сирии, использует кибервойска. Множество террористических атак, произошедших в Европе, были организованы, поддерживались действиями в киберпространстве. Поэтому нам нужно продолжать создавать новые возможности, материально-техническую базу, чтобы бороться с радикалами и другими всевозможными террористическими организациями, вне зависимости от того, что они делают. Ведь есть случаи внутреннего терроризма. Конечно, силы спецслужб должны делиться между собой собранными данными для борьбы с экстремистами. Уже разворачиваются новые силы, чтобы противодействовать ИГИЛ. Создаются специальные оборудования, позволяющие вести разведку более эффективно, использовать небольшие по размерам, но имеющие свойства отложенного действия перед детонацией боеприпасы. Все эти достижения нужно усовершенствовать и продолжать развивать. Должна быть база данных, в которой будут храниться все виды разведывательной информации, видео, фотографии и другие электронные данные. Все эти данные нужно собирать, чтобы среди огромного количества данных мы могли найти ту или иную ячейку или место хранения их оружия, взрывчатые вещества. Найти сеть, которая занимается подготовкой террористов-смертников, что в 2007-2008 году было нашей целью, когда я командовал силами в Ираке. Сейчас небольшой информационный обзор о крупных террористических атаках в мире, а после продолжим обсуждение. Атака на Америку 11 сентября 2001 года разделила мир на до и после. Началась глобальная война с терроризмом. Тогда два из четырех угнанных экстремистами пассажирских лайнеров врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Третий протаранил Пентагон. Четвертый рухнул в штате Пенсильвания. Погибли почти 3000 человек, граждан 77 стран. Организатор небывалой вылазки, лидер группировки Аль-Каида, Усама Бен Ладен был ликвидирован лишь спустя 10 лет. Самым страшным днем для Испании стало 11 марта 2004 года. В час пик с разницей всего в пару минут в четырех прикоротных электричках прогремели 10 взрывов. Погибли 193 человека. Тысячи получили ранения. Сначала в теракте обвинили баскских сепаратистов из группировки АТА. В итоге же арестовали около 20 выходцев из Северной Африки. Как было установлено, их завербовали экстремисты, связанные с Аль-Каидой. Ноябрь 2008. Беспрецедентная серия атак финансовой столицы Индии – Мумбаи. Вооруженные автоматами и гранатами, злоумышленники сначала хладнокровно и беспорядочно расстреляли случайных прохожих. Затем расправились с посетителями близлежащих кафе и ресторанов и захватили две гостиницы. Развязку кровавой драмы «Мир с замиранием сердца» ждал почти четыре дня. Жертвами атаки стали 166 человек, в том числе граждане США, Израиля и Японии. Единственному выжившему из нападавших, члену пакистанской группировки «Легион правоверных» был вынесен смертный приговор. Июль 2011 года. Столица Норвегии. Террорист-одиночка Андерс Брейвик взрывает начиненную взрывчаткой машину у правительственного здания в Осло. Затем, надев форму полицейского, отправляется на остров Утойе, где в молодежном лагере расстреливает 77 человек, в основном подростков. Свой поступок он объяснил желанием защитить европейскую цивилизацию. Приговор – 21 год тюремного заключения. 130 погибших, 350 раненых. Субботний вечер, 13 ноября 2015 года, обернулся трагедией для жителей Парижа. Атаки террористов-смертников подверглись посетителям баров и ресторанов, а также футбольный стадион, где проходил матч. Больше всего жертв было в концертном зале «Батаклан». Боевики ворвались в зал и открыли беспорядочный огонь. Нападение стало одним из масштабных в Европе. Виновными в терроризме признаны 19 человек. Единственный выживший нападавший получил пожизненный срок. Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, события 11 сентября 2001 года отразились на глобальной борьбе с международным терроризмом? Насколько общая угроза сблизила мировое сообщество с того самого дня? 11 сентября, возможно, стало главным переломным моментом в том, что мы обсуждаем сегодня. Оно имело беспрецедентные масштабы, потерянные жизни, разрушение двух важных символичных зданий, когда террористы врезались в них. Такое в США произошло впервые. Они повлияли на финансовую систему, в том числе мировую, систему авиации. И это имело основательные последствия. После, уже изучая произошедшее, рассматривая каждую деталь, мы не могли понять, как такое произошло. Не было ни одного признака того, что такое может случиться. Было большое количество информации в спецслужбах и других структурах, но они не сходились между собой. Поэтому нужно было создать систему, которая бы позволяла предотвратить такое, но не нарушала бы права на частную жизнь американских граждан. С тех пор произошло множество изменений как в Соединенных Штатах, так и в других государствах, особенно у наших западных союзников. Была применена пятая статья НАТО, предусматривающая право на защиту. И, конечно, в дальнейшем это повлекло ввод войск в Афганистан, когда Талибан отказался выдать лидера Аль-Каиды Усаму бен Ладен, организовавшего эти атаки 11 сентября. Но которого, как я уже упоминал, нам удалось ликвидировать на границе с Пакистаном лишь в 2011 году. Поэтому произошло очень много важных изменений. Поскольку, помимо финансовых центров, атаки, возможно, также планировались на Пентагон и Капитоли. Террористам на двух самолетах удалось врезаться в торговые центры. Вопрос как раз об Афганистане. А как насчет талибов, с которыми, как известно, вы знакомы не понаслышке? В большинстве стран мира Талибан признан, как мы знаем, террористической организацией, но сейчас представляет официальное правительство Афганистана. Буквально недавно у нас в программе тоже нашим собеседником была местная активистка, борец за права афганских женщин. И, как вы знаете, на сегодняшний день Афганистан является одной из, даже самой репрессивной страной в области соблюдения прав женщин. Ситуация критическая. А как с ними вести официальный диалог? Очевидно, это имело ужасные последствия на Афганистан и афганцах. 40 миллионов людей приняли очень ультраконсервативную и репрессивную интерпретацию ислама. Вы видите то, каким образом обернулось возвращение талибов в кластье после 90-х. Большая часть населения живет в голоде и нищете. Многие не могут ходить в школу, учиться в университете, участвовать в общественной жизни. Это очень трагично. Система, которую мы пытались восстановить и сделать страну лучше, в итоге разрушена. И в какой стадии она находится сейчас? Это очень грустно. Страна находится на грани гуманитарной катастрофы. Им приходится сейчас задуматься о том, как обеспечить себя едой и основными потребностями. Поддержка репрессивных действий талибана будет иметь печальные последствия как в целом для мира, так и для региона, стран Центральной Азии, так же для Пакистана. Сейчас границы с Афганистаном используются пакистанскими талибами и другими террористическими группировками, как ИГИЛ. И это имеет тяжелые последствия для Пакистана, поскольку они сосредоточены на их границах. Говоря о терроризме, есть и террористы-одиночки. Взять того же Брейвика, который в течение дня устроил сразу две вылазки в центре Осло и в детском лагере, как мы знаем, уничтожив на тот момент, если не ошибаюсь, больше 70 человек. Вот что движет такими одиночками? Это большой вопрос, так как общество и правительство постоянно пытаются понять причины того, что движет теми, кто пытается убить или уничтожить других людей, и в некоторых случаях убить множество людей. На это нет определенного ответа. Но, к примеру, в США те, кто хочет совершить террористический акт, получают мотивацию, просматривая видео, которые, к сожалению, доступны в сети с участием лидеров экстремистских организаций, которые обладают достаточной харизмой и красноречиво убеждают, что люди могут оказаться под их влиянием и пойти на то, чтобы совершать ужасные вещи. В других случаях на это могут быть причины, связанные с ментальным здоровьем, отношением с окружающими людьми. Нет определенного фактора. Это именно то, что общество и правительство пытаются определить, каким образом, например, предотвратить им доступ к оружию, которое позволит убивать большое количество людей. Уважаемый генерал Петреус, хочу поговорить с вами о деньгах. Понятно, что за каждым крупным терактом стоят большие деньги. Есть спонсоры международного терроризма. А какие механизмы существуют для противодействия этому злу? Возможно, какие-то международные фонды. Достаточно ли они финансируются? И из каких источников? Существует множество организаций, которые пытаются определить источники финансирования этих экстремистских и повстанческих групп террористов. У них тоже есть цели. Опять же, как я упомянул ранее, чтобы поймать лидеров Аль-Каиды, мы собирали все элементы воедино. Узнавали, что им нужно, чтобы вести деятельность и организовывать атаки. Мы пытались отслеживать эти деньги. Мы создали специальную группу по криминалистической экспертизе для изучения финансовых аспектов. И это было вполне удачно. Да, такие операции трудно проводить, поскольку они пользуются финансово-расчетными системами, как хавала. Сложно отслеживать деньги, поскольку нет никаких электронных подписей. Однако, это не невозможно. Создавались специальные группы в Ираке. Затем в Афганистане, где мы, как мы знаем, система не настолько соответствует международным стандартам. Поэтому иногда бывает сложно их отследить. Но для этого нужны комплексные меры. Они не должны быть чисто военными. Должен быть и гражданский элемент. Каким образом мы можем обеспечить, к примеру, перехват оружия, чтобы оно не попало в руки террористов? Также должна проводиться информативная работа, чтобы люди понимали, чем на самом деле занимаются такие организации. Какое влияние они оказывают на их страну, чтобы у них не было желания их поддерживать или финансировать. Нужно следить, чтобы люди, находящиеся под стражей, не подвергались пропаганде экстремизма или терроризма. Должна проводиться кампания по борьбе с терроризмом не только с военными, но и с гражданскими элементами. Дэвид, я предлагаю вам немного поразмыслить. Вот буквально на любую вещь в мире можно смотреть под разными углами. Ирландская республиканская армия, баскская, это, к примеру, в свое время были внесены в ООНовский список террористических организаций, как вы знаете. Хотя сами себя позиционировали как национально-освободительное движение за независимость. Ну что ж, в результате их вылазок невинные люди гибли сотнями. Скажите, пожалуйста, а где-то грань, переходя которую, переступая которую, деятельность злоумышленников классифицируется исключительно как терроризм и не может быть оправдана никакими аргументами? Когда это переходит от каких-то дискуссий к убийству людей, я считаю, они переступают черту. Все эти террористические группировки перешли эту линию. Они совершали ужасные преступления против невинных граждан, информацию о которых мы получаем от спецслужб Великобритании, Испании и так далее. Буквально еще пара вопросов. Уважаемый генерал Петреус, в последние годы на первом плане была пандемия коронавируса, потом война в Украине. На этом фоне, как вы думаете, внимание к противодействию глобальному терроризму не ослабло? Наверное, фокус немного сместился по разным причинам. Мы добились определенного успеха в борьбе с экстремистскими организациями. Введение переговоров тоже позволяет разрешать какие-то конфликты. Возможно, имеются определенные политические разногласия, идеологические дискуссии, но все это не перебивается в жестокость. Мы также помогли иракским семьям сил безопасности в уничтожении халифата на севере Ирака и северо-восточной Сирии. Конечно, террористические элементы в регионе все еще есть. Имеются небольшие группировки Аль-Каиды, но их осталось совсем мало. Нам удалось успешно противодействовать таким группировкам и ячейкам. Мы также предлагаем информативную, разведывательную информацию, оборудование для предотвращения атак. Сейчас влияние Аль-Каиды как террористической организации снизилось. Два его лидера, Усама Бен Ладен и Ас-Завахири, ликвидированы. Экстремисты в Восточной Африке тоже находятся под давлением. В Африке, в Нигерии и других частях мира есть террористические группировки. Но ситуация не настолько плохая, как это было раньше. Сейчас происходят более важные события, на которые направлены наши усилия. Мы пытаемся предотвратить конфликты в Индотихоокеанском регионе. Мы следим за тем, какие угрозы могут исходить от Ирана, Северной Кореи, какие движения могут возникнуть в других странах, что происходит сейчас. В сравнении с последними десятилетиями контекст немного поменялся. Если раньше наш фокус был направлен на Ирак, Йемен, Афганистан, на тот момент казалось, что 90% проблем сосредоточены именно в этих регионах, то теперь все по-другому. Мы видим увеличенную важность Индотихоокеанского региона. Фокус внимания с экстремистских организаций немного сместился, но это не значит, что мы забыли об этом. Здесь можно провести аналогию. Мы как ребята из цирка, которые должны контролировать различные выступления. Все держать под контролем. Есть Иран, Северная Корея. ИГИЛ уже не представляет такой значительной угрозы, как раньше. Но хотелось бы подчеркнуть, что нужно проводить операции, превентивные действия, отслеживать террористов и экстремистские группировки. Если этого не делать, то они смогут возродиться или укрепить свои позиции, как Аль-Каида, ИГИЛ. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы они не превратились в региональную угрозу и не повторялись события прошлых лет. Дэвид, вы на себе прочувствовали, что такое война и людское горе. Верите ли вы, что человечество все-таки рано или поздно прислушается? Голосу разума и будет жить без войн, без вооруженных конфликтов. Хотелось бы так думать, но, кажется, так говорил Платон, и он был прав, что только мертвый видел конец войны. Без слов. Я вас благодарю, уважаемый генерал Петреус, за то, что уделили нам время и дали такое интересное, полновесное, эксклюзивное интервью. Рад находиться с вами, желая всего наилучшего народу Казахстана. Я не раз бывал в Астане, у нас хорошие отношения с руководством вашей страны. Когда я командовал силами в Ираке, мы постоянно проводили встречи. Замечательно. Главное, чтобы сотрудничество всегда было только на пользу и на благо народов. Спасибо вам большое. Что ж, будем надеяться, что мир без глобальных угроз все-таки не утопия. Терроризму нет места в современном обществе. Борьба с этим злом именно та грань соприкосновения, которая объединяет все государства, вне зависимости от их идеологии и политики. И это, как мы сейчас убедились, дает свои результаты. Напомню, что с нами на прямой связи из Арлингтона был генерал Петреус, в свое время боровшийся с экстремистами в Афганистане и Ираке, а также руководивший ЦРУ. Я благодарю за внимание наших зрителей. Желаю вам всего хорошего вам и вашим близкими, чтобы ничто не угрожало нашей с вами безопасности. Оставайтесь на канале Хабар 24 и будьте всегда в тренде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин